Дорогие друзья, здравствуйте. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня». У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова. Мой гость Вячеслав Боискоров, врач-психиатр Якутского республиканского психоневрологического диспансера. Здравствуйте, Вячеслав Гаврилевич. Здравствуйте, Светлана и все радиослушатели. Спасибо большое, что вы сегодня нашли время и пришли в нашу студию. Тема сегодня – психическое здоровье. Мы договорились поговорить о тех заболеваниях, которые могут настигнуть и молодых, и пожилых. Как разделить психическое здоровье, психологическое здоровье? Есть ли такая градация или это одно и то же? Особой градации нету, разницы между этим нету. Но дело в том, что психическое здоровье – это состояние психики, то есть наших эмоций, восприятий, мыслей и прочее, которые формируют наше, скажем так, жизненное состояние. И вот комфорт в этом состоянии в психическом плане – это и означает психическое здоровье. А вот психологический, дело в том, что психологический компонент в жизни человека, он не особенно отличается от психического в том плане, это все равно феномены из одного источника. А психологический имеет в виду просто особенности мышления, эмоций, восприятия. То есть, как бы это сказать, какие-то грани психического состояния. Но не всю психику в целом и вместе. Хотя, с другой стороны, психическое здоровье – это более всеобъемлющий термин. А психологический имеется в виду всего лишь психологию человека. А психология, она достаточно своеобразна у всех. Она своя для каждого. То есть тогда единой формочки какой-то нет, единой формы. И с учетом каких-то особенностей, боже мой, личностных характеристик, типа личности человека, он может быть вот таким, который со стороны, например, кому-то покажется странным. Ну, действительно, такие люди часто встречаются. И с точки зрения поведения, реакции этого человека, у окружающих это может вызывать сомнения. А насколько он вменяем? А он при этом будет себя чувствовать психически комфортно. Вот, например, я когда просматривала заболевания, которые я немножко слышала на слуху, мы все равно как-то же говорим сейчас и о тревожности, и про деменцию кто-то говорит. Когда уже возраст приближается к более такому почтенному, все равно мы задумываемся о таких заболеваниях. Я смотрела характеристики. Вот, допустим, при деменции человек кричит, либо он хочет бродяжничать. Ну, почему бы это не назвать любовь к странствиям, да? И когда он кричит, например, он негативные эмоции не держит в себе, ему от этого комфортно. Ну, и вот и как этот диагноз поставить? А человеку хорошо при этом? Я должен с профессиональной точки зрения немножко уточнить. Деменция — это не только эмоции, это не только крикливость, это не только реакция на внешнее, это не склонность к бродяжничеству, это вообще-то другой спектр нарушений, это драмомания, это поведенческое нарушение. А деменция, если четко подходить к этому термину, это нарушение памяти, обеднение мышления, то есть оскудение, в общем-то, психической составляющей человека. Поэтому, в общем-то, с этой точки зрения деменция, в первую очередь, будет проявляться действительно в нарушениях памяти, путаница в датах, последовательности событий, путаница в именах, координации, друзья, знакомые, родственники и прочее. Вот это, в основном, деменция — это прерогатива нарушений памяти. Можно ли сказать, что деменция — это одно из сейчас самых таких популярных заболеваний, и многие ему подвержены? И с чем это связано, и возраст имеет ли здесь определяющую роль? — Еще как имеет. Смысл заключается в том, что то, что я перечислил, нарушение памяти и прочее, это вообще-то в большем даже не столько деменции, можно сказать, сколько снижением мышления, ментальной активности. То есть это слабоумие. То есть ум становится слабым. Но вот это слабоумие, оно может быть как у детей, а у них слабоумие тоже бывает. К несчастью, перинатальная травма, перенесенная ребенком, она может приводить к тому, что к снижению умственной активности, умственной способности, и поэтому уделом таких людей становится обучение во вспомогательных школах, а иногда и признание необучаемым вообще. Но это, как говорится, слабоумие. Так вот, это как бы детский период. А вот в юношевском, зрелом возрасте, может, даже в пожилом возрасте слабоумие тоже может возникнуть. И каждый раз либо это следствие какого-то органического заболевания головного мозга, либо следствие перенесенной травмы головного мозга, черепно-мозговой травмы и прочее. Но есть еще одна составляющая. К несчастью, у людей пожилых с возрастом нарушается кровоснабжение головного мозга. То есть, вследствие разрастания ли атеросклеротических бляшек, других ли каких-то нарушений, допустим, разрастания узлов сосудов головного мозга, то есть, мальформации сосудов головного мозга, нарушается питание. И вот на этом фоне происходит нарушение ментальной активности. То есть, и память нарушается, и сообразительность нарушается, и мышление нарушается, происходит обеднение мышления. И вот в данной ситуации, если это с возрастом происходит, а это после 50 к 60 годам происходит, тут уже начинает говорить о возрастном компоненте, что это уже возрастная деменция становится. Но деменция не сразу ставится такой диагноз. Деменция ставится в таких случаях, когда человек не способен себя обслуживать, обеспечивать свою деятельность, поддерживать свою деятельность, когда он совершенно становится неспособным, не дееспособным, не способным к самообслуживанию. Вот это трагическое явление. И, к сожалению, такие явления, они чаще возникают в более позднем возрасте. Это после 50 лет, ближе к 60 годам. Но самое ужасное, то, что к этому присоединяется еще ряд заболеваний. Они их пока еще трудно соотносимы. Может быть, это генетические заболевания, даже, скорее всего, генетические заболевания. Но чаще всего обозначаются как трофические нарушения. То есть такие болезни, как болезнь Альцгеймера, болезнь Пика, в общем-то, они тоже приводят к снижению ментальной активности и способности запоминать, удерживать в памяти это все. А генетика в этом случае насколько сильна? Если, допустим, у человека были такие заболевания в роду, ему насколько этого стоит бояться, что с ним это повторится? Насколько процентов? Ну, я не хочу пугать никого в этом плане, но, я не знаю, это циничный взгляд на вещи или прочее. Я не считаю генетику такой способной. Генетика может установить диагноз. А вот как бороться с этим диагнозом, как внедриться в эту патологию, пока еще далеко нет. Вот, в общем-то, конечно, есть какие-то представления о том, что генетика способна менять. Ну, вы представляете, что генетическое изменение – изменение кода ДНК, в котором зашифрованы вот эти все наследственные особенности человека. А разве они есть? Есть способы изучать это. И здесь наука немало чего достигла. В общем-то, какие-то болезни отнесены к генетическим заболеваниям, какие-то не отнесены к этому, в общем-то, и все. А вот как изменить это, пока еще неизвестно. Ну, допустим, с точки зрения генетики, давно известно, что нерасхождение 21-й хромосомы при их, в общем-то, естественном развитии клеточного уровня наступает слабоумие. Слабоумие к довольно глубокой степени. И что? Способ найден изменить его? Вы можете привести как пример. А как же психиатры, психологи, они чем-то заняты в этом плане? Они, ну, не знаю, тот, кто воодушевлен этой работой, часто непродуктивной работой. Те занимаются воспитанием пациентов, имея в виду воспитательную, обучающую работу, попытка обучению каким-то навыкам, начиная от самообслуживания, кончая более высокими. Но более высокие степени обучения, они таким пациентам чаще всего недоступны. Поэтому довольно часто таких пациентов признают необучаемыми. И в обычной школе они не учатся. Ну, тогда я так поняла, что генетика – это не приговор. Если у тебя в семье вылет, это можешь, в принципе, и ничего не унаследовать. Светлана, тут не приговор однозначно, уже исходя из того, что давно известно, кто у нас основа генетика Мендель обосновал. Как вам? Вот вы лучше знаете точно. Да нет, ну, просто я имею в виду, что даже при его уровне исследования, а это было в XIX веке, он исследовал наследование особенностей строения тела мушек дрозофил. В общем-то, скрещивая с одним генетическим признаком, он выводил новое поколение и вычислял, насколько наследуется этот признак и прочее. И он выявил закон генетики, в какой частоте наследуется какой-либо признак. И он вычислил, что где-то один к четырём. То есть только каждый четвёртый может наследовать у мушки дрозофилы те особенности крыльев, те особенности строения тела, которые, в общем-то, изучались и прочее. А в болезнях, болезнях особенно генетического уровня, которые тоже исследовались, там совсем другой расклад. И вот получается, что... Зачем же тогда нас спрашивают врачи? А в роду болели ли ваши мама, папа, дедушки? И про тело спрашивают, и про душу. И психиатры, и терапевты. И психотерапевты, да. Да, обязательно. Да, смысл есть в том, что в этом плане есть понятие, отягощена наследственность или нет. Были такие особенности или их нет. Ну вот этот вопрос, в общем-то, напрягает. Дорогие слушатели, мы буквально через две минуты продолжим говорить с нашим гостем. Я ещё хочу спросить и про бессонницу, и про антидепрессанты, и про то, откуда берётся тревожность, и что с ней делать. Оставайтесь, и скоро мы вернёмся. Дорогие друзья, мы продолжаем говорить о здоровье, о психическом здоровье. Сегодня в нашей студии врач-психиатр Якутского республиканского психоневрологического диспансера Вячеслав Боискоров. Мы говорим о тех заболеваниях, которые, ну как-то на слуху, ну по крайней мере на моём. И я посмотрела ещё в интернете, что заболеванием психическим считается пищевое расстройство. Но оно достаточно популярно у многих людей. У меня, например, пищевое расстройство. Я знаю, что я поглощаю больше еды, чем мне нужно. Но мне при этом так хорошо и так комфортно, как раз то, о чём вы сказали, что если человеку комфортно и хорошо, то, в принципе, почему же он тогда болен? Он тогда и не болен вовсе, а здоров. То есть он нашёл уже способ бороться с этим. Да, бороться с проблемами. Но расстройство пищевого поведения, они касаются не только этого. Просто по роду деятельности, как консультант-психиатр, я консультирую и в других больничных учреждениях, мне попадались, и довольно часто попадают люди, но, должен сказать, Светлана, тут совершенно противоположная ситуация. Чаще всего попадают в поле зрения врачей люди, которые отказываются от еды. Полный отказ от еды, от питья. Ну, практически полный. И с таким дефицитом веса они идут, что там просто становится страшно. А как ты выжил? Если там 18-20-летняя девушка, а весом 18-20 килограмм. Это про то, что человек хочет исчезнуть? По большому счёту, да. Это суицидальное поведение. В общем-то, это наказание себя. А вот когда перебор еды, это же тоже вроде как суицид такой медленный. Ты же всё равно себя убиваешь излишествами этой еды, там, вредной едой. Нет, нет. Или это лучше намного, да? Нет, это лучше намного в том плане, что, скажем так, отрегулировав питание, запретив себе одни виды их продуктов и разрешив другие, менее калорийные виды продуктов, можно отрегулировать. А если к этому ещё и привлечь физическую активность и прочее, ну, можно, в общем-то... Ничего не привлекается. Но не привлекается. Вы сказали, простите, что перебила вас, вы сказали, что вы работаете и в других учреждениях. Вы работаете, ваши же ещё пациенты, это люди, которые больны туберкулёзом, да? Нет, нет. Нет? Слава Богу, сейчас республиканский диспансер практически ликвидировал психотуберкулёзное отделение, и там осталось 3-4 человека. Я просто, как консультант, хожу, допустим, в республиканскую больницу номер 2, там смотрю больных. Иногда меня приглашают в национальный центр медицины, иногда, скажем так, в другие больницы, но не будем перечислять. Это про психосоматику, да? То, что болезнь начинается не в теле. Ну, как вам сказать? Дело в том, что чаще всего консультировать приходится осматривать тех пациентов, у кого сосудистые нарушения. И это чаще всего национальный центр медицины, там, собственно, кардиологическое отделение, кардиососудистое отделение, в общем-то, там приходится смотреть. Там разные бывают психические нарушения в том плане, что вот как раз снижение памяти, сообразительности, ориентировки и прочее. Чаще всего появляется психоорганический синдром. Это состояние, когда снижается ментальная активность человека. Но вы будете потрясены, Светлана, но очень часто в других больницах мне встречается с алкогольными, психозами даже. Вот сейчас это стало действительно довольно распространенным делом. Но если для алкогольных проблем с алкогольной зависимостью существует наркологический диспансер, то всё вышло далеко вширь. И в другие больницы тоже. Тут, к сожалению, ну это как казусные случаи. Ну это тоже про то, что кто-то едой заполняет, кто-то спиртным, кто-то наркотиками. А уж наркотики, это вообще другая тема. Таких лечат чаще всего даже не наркологический диспансер, а реанимационные отделения тех или иных больниц. Там действительно необходима реанимация этим пациентам. Вот смотрите, тогда получается верно, говорят, что наша психика, она устроена на то, чтобы нас защитить от худшего. Допустим, депрессия — это хуже, чем если человек пошёл в компанию и напился. Депрессия — это хуже, если он там пошёл и где-то съел вот там гамбургер или пирожное, в хорошей тоже компании. И вот вроде бы как он от этого ушёл, от неприятного. Да? Ну, чаще всего, скажем так, наша психика направлена на то, чтобы сохранить вас ли, меня ли, до любого другого человека сохранить живущим. Но живущим желательно полноценно. И вот тут, как бы это сказать, для того, чтобы защитную реакцию отработать, то есть переедать ли, перепивать ли, перенюхивать ли что-то, если наркотиков касается, это уже выбор за какими-то высшими структурами организма, головного мозга и прочее. И вот тут всё зависит от настроя человека. И он выбирает для себя то, что, может быть, мы даже не знаем, в какой сфере идёт это обсуждение, но выбирает то, что наименее вредно, а чаще всего наиболее приятно. Но ещё вреднее, потому что потом же итог, это всё равно депрессия. Ещё хуже. Да, дело в том, что депрессия или, скажем так, снижение настроения, разочарование в жизни и всё такое прочее, это довольно сложный феномен. И что за этим стоит, допустим, можно, конечно, просто психиатрический подход сделать, что это снижение настроения, разочарование в жизни. А потеря активности, потеря вкуса к жизни и всё такое прочее. А если из психоанализа исходить, то это какая-то детская, ранняя травма, психологическая, психическая, которая развивается в более позднем возрасте и даёт уже депрессивное состояние. И вот в этом плане уже сложнее немножко. А насколько ранняя детская травма, она влияет на это состояние? Ну, с точки зрения психоаналитиков, влияет, да ещё как. Из-за этого мы имеем проблемных пациентов, с которыми работаем. И вот с этой точки зрения, в общем-то, Светлана, вы на меня смотрите как на психиатра обычного, да и есть обычный психиатр. И с этой точки зрения подход к депрессии, это значит лечение антидепрессантами, транквилизаторами, то есть лекарствами, которые поднимают настроение, которые выравнивают настроение и снимают тревожные опасения, тревогу снимают. Ну и практически всё в этом плане. Не дай бог, если нейролептики приходится назначать, это более сложная, в общем-то, тяжёлая вещь. А с точки зрения, скажем так, психоаналитического подхода, нужно проводить психоаналитические сеансы, беседовать с пациентом и выяснять, в чём заключалась эта ранняя детская травма, какие выходы из этого, в общем-то, он имел и как она развивалась в более взрослый период. Это уже сложнее. И вот, не знаю, Светлана, вам приходилось бывать на приёме у врачей? Мне приходилось. Приходилось. И вы, наверное, заметили, что в настоящее время, особенно сейчас, когда введение медицинской информационной системы, и врач сидит, уткнувшись в монитор компьютеров, задаёт вопрос, а в это же время печатает, 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 потому что от него требует результат. Нужно заполнение медицинской карты или истории болезни, в общем-то. Всё вот это сведение, которое он от вас получил, в общем-то, ввести туда. И он знает, что это необходимо. Я просто говорю, что на психоанализ в такой ситуации ни сил, ни времени нету. Ну, поэтому, в общем-то, процветает частная практика, и кому это доступно, идут туда. Там уже глаза в глаза тебе за определённую сумму какую-то помощь окажут. Вот смотрите, меня как-то немножко удивляло, то, что когда пациент обращается к психиатру, ему сразу же дают рецепт на покупку антидепрессантов, например, если у него бессонница, на покупку снотворного. Это же тоже своего рода как наркотик, на который ты можешь подсесть, и потом без этого ты уже ничего не сможешь, там, не уснуть нормально, вот естественным путём. А сон необходим, потому что это, ну, как лекарство от всех недугов, наверное. Но опять же, если ты сможешь уснуть, а без антидепрессанта, без снотворного не сможешь, и что же делать? Да тут подход такой, у меня, скажем так, единственный ответ в этом плане будет. Симптом болезни это вот какое-то страдание, а лекарство, которое прописывает от этого страдания, это как костыль, который помогает опереться и поддержать. Нарушение сна, вот и снотворное, ну, это как-то выровняется, и другие, в общем-то, явления. Там тоже, в общем-то, каждое лекарство это всего лишь костыль, который подпирает, поддерживает. Смотрите, что хочу спросить, вот человек, например, пришёл, вот у него болит сейчас, да, вот у него там его накрыло какая-то эмоция, там какое-то состояние тяжёлое, он приходит, ему назначают антидепрессант, он этот антидепрессант этот пьёт, у него выравнивается состояние, с чем он потом пойдёт искать вот эту детскую травму, оно ему уже не надо, у него уже пошёл вот этот вот искусственный, да, гормон счастья, ему уже нормально, зачем ему идти, тем более наша психика нас защищает, зачем идти и смотреть и копаться в том, что больно и болезненно. Когда у тебя болит, ты, конечно же, пойдёшь, и без этих антидепрессантов ты пойдёшь скорее, на мой взгляд, и тем более, если у тебя бессонница, ты пойдёшь решать этот вопрос, вместо того, чтобы выпить снотворное и искусственным путём уснуть. Мне кажется, вот здесь есть какой-то раздрай, диссонанс. Да смысл весь в том, что диссонанс из того исходит, что пациент приходит к врачу с одной больбой, видит Бог, доктор, как я страдаю, помоги. И чем он в данный момент, вот, в сию секунду здесь и сейчас, когда он напротив, глаза в глаза сидят, чем он может помочь этим же антидепрессантам? Ты рассказал о том, что у тебя тоска, нет настроения, что ты не спишь по ночам, мучаешься какими-то мыслями, представлениями, опасениями. Вот тебе лекарства. И, в общем-то, эти лекарства, Светлана, вы совершенно правы. Да, это в какой-то степени... Ну, как будто бы замажут проблему. Да, замажут, замажут. А брешь, это, скажем так, пробой в психическом состоянии, она останется. Но останется как? А что, в жизни мало таких брешей у нас? Их полно, полны, полно. Мы корабли, которые изначально не совсем готовы к плаванию. Ну, вот так и говорят, что здоровых людей-то, в общем-то, и не бывает. А мы все как-то пытаемся как-то обрести это психическое здоровье, и хотелось бы... Светлана, я скажу, что мы все условно здоровы. Спасибо. Мы сейчас прервемся на две минуты и скоро вернемся и продолжим говорить. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. У нас остался последний, третий блок. Не так много времени для тех, кто, возможно, захочет позвонить по телефону 32-00-66 и 32-11-66 и задать свой вопрос нашему гостю Вячеславу Боискурову, врачу-психиатру Якутского республиканского психоневрологического диспансера. Он сегодня в нашей студии, и мы говорим о том, как оставаться психически здоровым, чего на самом деле это и не бывает. Нет психически здоровых людей, все мы, наверное, с какими-то зависимостями, с какими-то особенностями. На сегодняшний день достаточно часто встречаются тревожные состояния. Уж так как-то нас жизнь колышет в последнее время, то пандемия, то теперь вот такие политические ситуации. И люди, конечно же, переживают вот так. Кто-то следит очень активно за новостями, кто-то, сейчас тем более соцсети такие мобильные, кто-то наоборот отстраняется. Я вот ко второй категории отношусь. Я как-то предпочитаю сильно не вникать и не углубляться, потому что я не чувствую, что я могу что-то сделать глобальное. Постоянно в этом быть мне тяжело. Я не делаю это специально. У меня как будто бы так психика устроена, и она как будто бы сама меня от всего заслоняет. Я сейчас вернусь к своему вопросу. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Многие люди ушли в депрессию глубокую. Вот одна моя знакомая все время смотрит ночью фильмы. Она этим глядит, эти корейские фильмы. Это для нее как будто бы уже болезненько. Она не может уже без этого из этих фильмов жить. И она хочет обратиться к психологу, к театру. это куда бы ей обратиться. Спасибо большое за вопрос. Вот, кстати, как один из вариантов, как немножко отстраниться от всего. Смотреть фильмы. Кстати, сейчас у меня тоже есть знакомые, которые рассказывают, что они приходят практически технически, начинают смотреть комедии каждый вечер, или детективы. То есть совсем отгородиться от этой реальности, в которой находиться сложно и тревожно. Смысл весь в том заключается, Светлана, вы свой способ изложили и рассказали. Если я правильно понял, неудовлетворенность в общем-то ситуации вас заставляет просто уходить, уходить из этой ситуации. Не слушать новостей, не узнавать происшествия и прочее. Просто уйти от этих проблем, сделать вид, что их нету. Но смысл заключается в том, что и это способ, и что это собственно говоря всего лишь предохранение себя от стрессовых ситуаций. Не напрягаться. А не напрягаться это стало быть в общем-то и уходить из этого. Это уход от проблемных ситуаций. А если возвращаться к заданному вопросу о том, что подруга увлеклась корейскими фильмами. Она ушла туда в кинематограф корейский. Да, в кинематограф. Но это способ в общем-то тоже существования. Правда вот слушатель не сказала, что плохого в этом. Видимо, это уже стало какой-то зависимостью. Интересно, что задает не конкретно человек о себе, а о ком-то. Поэтому, может быть, этому человеку кажется, что это зависимость, а тот, который смотрит эти фильмы, считает, что с ним вообще все в порядке. Никакой зависимости нет, да? С этой точки есть вероятность еще обсудить такую проблему, а это если в защитной форме человек задал вопрос о своей проблеме, он считает, что это проблема. Но там был вопрос, куда обратиться в таком случае, если человек считает это проблемой. Куда обратиться, это уже совершенно конкретно. Поликлиническое отделение ИРПНД, то есть амбулаторно-поликлиническое отделение, это Лермонтово 178 дробь 1, там находится амбулаторно-поликлиническое отделение ИРПНД. И там участковый психиатр с 9 утра до 5 вечера принимает ежедневно в субботу с 9 утра до 3 часов дня. Туда можно обратиться. Там можно и по записи, туда можно обратиться через регистратуру. Туда записываются. Позвонить и вас запишут и вы подойдете. Мне кажется, там даже прием день в день можно, когда ты звонишь. Но это как удастся. Еще есть же единая помощь психологическая помощь в городе. Туда можно тоже позвонить и проконсультироваться. Если говорить о каком-то мобильном способе помощи себе. Какие-то, может быть, еще есть возможности человеку самому себе помочь в какой-то ситуации, когда он чувствует, что с ним что-то не так, чувствует дискомфорт. Или же наоборот, когда он понимает точно, что с ним что-то не так, но вот сил, например, идти к врачу как-то физически нет. Можно как-нибудь... Есть медитации, например, кто-то предлагает, но опять же, в каком-то состоянии тебе вообще ни до чего, и ты не можешь просто собраться, чтобы даже понять, почувствовать себя в текущем моменте. То есть вопрос ставится так, а как можно оказать помощь самому себе? И можно ли? И можно ли в этом плане? В общем, одно хочу сказать, что если человек испытывает свое состояние как проблемное, и это отягощает его, ну или вызывает тягостные ощущения и прочее, значит, нужно стремиться избавиться от этого переживания, от этого состояния. А вот как избавиться от этого? Традиционно, в общем-то, это обращение к врачу, назначить мне лечение, назначить мне лекарства от этих переживаний. Есть лекарства, которые как-то сглаживают или вообще удаляют вот эмоциональные нарушения, переживания и прочее, как бы забивают этот канал мыслей. Есть способ отвлечься от этого. И вот с этой точки зрения, собственно говоря, есть способы медитации, то есть погружения во внутреннее, мыслей, переживания, ощущения, отвлечения от этих мыслей, переживаний, ощущений. Но это требует в общем-то определенных усилий от человека. То есть он сам должен в это решить, что надо погрузиться. И весь вопрос «А что человек считает? Оставить то, что окружающие считают проблемным? или избавиться от этого?» Весь вопрос один. У нас есть еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день. Здравствуйте. беседа мне понравилась. Ну вот хочу, чтобы вы повторили этот самый адрес, куда обращаться. И еще телефон, где записаться, пожалуйста. Телефон, где записаться, можете прямо в интернете набрать в психоневрологическом ПНД. Диспансер, и там выйдет телефон регистратуры. А адрес находится это Лермонтово 178 дробь 1. Ну, это здание. Это где Гемеин же, да? Где Гемеин, недалеко от Гемеина. Да, и там врачи принимают каждый будний день и даже в субботу с утра и до пяти часов, да, и можно в день даже попасть на прием к врачу. Вот вы сказали, как отвлечься, да, а вот смотрите, может быть, привлечься наоборот, вот если есть рана, да, она заболела, ты там ее бинтовал, бинтовал всю жизнь, да, там, клеил пластырем, она болит и болит, ну, а как же тогда понять-то, что там болит, если этот пластырь не отдернуть и не посмотреть? Вот этой вот проблеме и посмотреть на нее, наоборот, еще глубже туда пойти, вот в эту боль. И тогда, да, будет страшно больно, но тогда ты дойдешь до пика, до начала, что там внутри этой раны, и ты тогда поймешь, как ее лечить. Светлана, вы предложили очень глубокий способ на такое способное, ну, как бы это сказать, фактически вы сказали, вот рана есть, ее забинтовали, и там ноет что-то, чешется, и прочее, так вот надо посмотреть, и вот некоторые, как тогда, сорвать повязку, и чем быстрее сорвать, тем лучше, чтобы увидеть. Ее только сорвать, потому что, мне кажется, слоями это не получается. Да, по кусочкам отрезать хвост собаке, это будет немилосердно. Вот это точно не каждый решится, а вот жизнь сама бывает, что срывает, что какие-то вот паттерны происходят, и ты не успеваешь эту повязку на себе удержать, она все равно срывается, и либо тебе обратно туда что-то клеить, и не смотреть туда, либо наоборот уже посмотреть. Ну, все-таки мы говорим о душевных ранах, потому что насчет физических ран, там действительно новую повязку надо, обработка, и все, там другое немножко. А вот душевные раны, я бы тут с большим сомнением подошел бы, потому что... Некоторым легче не смотреть, да? Да, некоторым легче отвлечься от этого, а душевная рана, она потихоньку загаснет, затихнет, зарастет само по себе, потому что лишний раз душу теребить каким-то стрессовым состоянием, прочее, порой бывает не очень хорошо, последствия не совсем хорошие. Ни в коем случае не буду спорить с профессионалом, тем более, что недавно я читала, что действительно там разговоры о чем-то, о чем болит, они наоборот еще туда больше затягивают, и что-то еще. А, то, что ты там силы оставляешь, оставляешь там ресурс, и то есть ты настолько туда можешь запасть, что уже потом и не выдернешься. Ну, наверное, здесь каждый сам свой какой-то вариант находит. Разумеется, каждый по своим возможностям и способностям выбирает, но то, что, Светлана, вы сказали, то, что постоянное обсуждение и, скажем так, переживание этой ситуации и прочее, это затягивает абсолютно верно. Поэтому, в общем-то, излишнее обсуждение травмирующей ситуации это действительно такая увлекательная вещь, что может стать для человека в общем-то самодавлеющим моментом. и человек не избавляется от проблемы, а все больше и больше погружается в нее. И это делает очень популярной психотерапию, которая долгосрочная, когда человек там подсаживается на психолога уже, как на наркотик, и он с ним постоянно сидит. От пяти до семи лет психоанализа. Да, и ходит практически годами уже, это может превратиться даже в такой пинг-пон, когда сам психолог уже начинает что-то в этой беседе увлекаться и рассказывать про себя, и получать уже оттуда какие-то бонусы. Спасибо вам большое, Вячеслав Гаврилевич, за то, что вы сегодня были в нашей студии. Слушателям и зрителям спасибо большое за внимание. Надеюсь, наша беседа сегодня помогла кому-то и была полезной. Мне точно было с вами интересно и хорошо. Приходите, пожалуйста, к нам еще. Спасибо за внимание.